Санкт-Петербургская федерация фигурного катания Санкт-Петербургская федерация фигурного катания Санкт-Петербургская федерация фигурного катания А никто другой Именно Лиза смогла собрать в Петербурге на льду Дворца спорта юбилейной Очень хороший состав участников Говорит это только о том, что девушка в абсолютной уважухе среди всех И аншлаг на трибунах Дворца спорта юбилейной Лучшее тому подтверждение Именно с Елизаветы Тутамышевой Пять лет назад в сезоне 2015 года началось возрождение женского российского фигурного катания И с тех пор мы практически за редчайшим исключением не знаем поражений на высшем европейском и на высшем мировом уровне Именно Тутамышева в 2015 вернула золото чемпионата Европы и чемпионата мира на российский лед Ее гости Александр Самарин из Москвы Но питерское фигурное катание абсолютно самодостаточное Мы это прекрасно знаем Но когда приезжают такие люди как Саша Низкий ему поклон и слова благодарности за то, что он прилетел Александр Самарин вице-чемпион Европы 2019 года Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вы знаете, все-таки в Соне Самодуровой абсолютно четко, сто процентно читается работа огромной команды Алексея Николаевича Мишина, это его жена Татьяна Мишина, которая работает в Соне, и, конечно, хореограф Татьяна Прокофьева. Вот это вот команда, основная команда, которая помогает, помогает Соне идти вперед. Диджей, это новое слово для петербургского фигурного катания, диджей 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 Верди, он дебютировал по-своему на этом ледовом проекте. Вроде бы получилось неплохо, оригинально. Так же, как оригинальным получается каждый номер вот этой танцевальной пары из Москвы. Это лучшая подруга Лизы Духтамышевой. Легендарная история, как они познакомились в кафе, как Лиза оставила автограф, простите меня, на салфетке, автограф кетчупом. С этого началась, не знающая никаких границ, женская дружба. Вот так вот. Они друг за другом горой, Лиза и Бетина Попова. Бетина Попова и Сергей Мозгов. Оригинальный взгляд на танцы на льду. Но не скучно, это без вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше идем. Еще одна ученица Алексея Николаевича Мишина. Настя Гуликова. Освоила недавно аксель 3,5 оборота. Что, как вы знаете, для женского фигурного катания абсолютный мировой топ. Несколько недель назад вернулась из Великого Новгорода, где выиграла финал Кубка России. И если кто-то может сказать, что это такое за старт такой, финал Кубка России. Ребята, ребята, это очень крутой турнир. Ну а если я назову сумму баллов, которую она набрала, 213 по сумме короткой и произвольной программы, это на самом деле без всяких шуток высший мировой уровень. И, как вы понимаете, Настя Гуликова точно не первый номер в команде Алексея Николаевича Мишина, потому что Туктамышева это место забронировала. Но вот сейчас за второе с Соней Самодуровой у них очень принципиальная внутренняя борьба. Но на что обращаю ваше внимание? Абсолютная доброжелательность девушек по отношению друг к другу. Никаких подстав нет. И поверьте, я знаю, о чем говорю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если все пойдет так, как идет сейчас, то на будущий сезон Настя Гуликова должна конкурировать за место в национальной команде. У меня в этом нет ни малейших сомнений. В этом сезоне на чемпионате России она заняла седьмое место. Вращение Бильман, так называется официально этот элемент, но мы с вами знаем, что первой в мире это вращение сделала не Бильман, фигуристка из Швейцарии, а Тамара Николаевна Москвина задолго до своей швейцарской конкурентки. Ну а пока что Настя Гуликова с очень хорошими надеждами на следующий сезон. Симпатичные, очаровательные и добрые взгляды зрителей в адрес участниц ледового шоу и участников лучшее тому подтверждение. Ну а сейчас переносимся на 12-13 лет назад. Это Елизавета Туктамышева и ее учитель Алексей Николаевич Мишин. Их сотрудничество продолжается на протяжении без малого 15 лет. В 2005 году на скромных соревнованиях детских в городе Белгород Алексей Николаевич разглядел будущую звезду фигурного катания. Лиза Туктамышева из города Глазов, это в Удмуртии. Первые несколько лет она со своим тренером Светланой Веретенниковой, Глазовским тренером, приезжала на сборы. Но потом все поняли, что для того, чтобы идти вперед, нужно уже оставаться в Петербурге, оставаться по-настоящему. И последние, получается, без малого уже 9 лет Лиза Петербуженко. Здесь живет ее мама, здесь живет ее младшая сестра. Эти кадры сняты в Любляне в 2019 году. Турнир, который проходил незадолго до важнейшего отборочного турнира на чемпионат мира, и Лиза была после тяжелого воспаления легких, восстанавливалась. И что самое главное, о чем она всегда говорит, что мой тренер и мой хореограф Алексей Мишин и Татьяна Прокофьева для меня готовы разбиться в лепешку. Это самое главное ради меня. Вы знаете, дорогие друзья, мне сейчас очень приятно быть здесь с вами, с моими любителями фигурного катания, с Лизой. И хочу сказать, что бывают тренеры, которые подсчитывают, сколько он приготовил чемпионов мира, Европы и так далее. А я хочу сказать, дорогая Лиза, спасибо тебе, что ты сделала меня тренером чемпионки мира. Спасибо, Валь. Ну, именно так, потому что до 2015 года Мишин, вот смотрите, какой дуэт, а! Так вот, Алексей Николаевич Мишин считался исключительно специалистом в мужском одиночном катании. Ну да, мы знаем все, классическое трио, Урманов, Ягудин, Плющенко. Но дальше, дальше, благодаря Лизе, и никому бы то ни было другому, он превратился сегодня. Большей части работает именно с женщинами. И если вот так вот по-хорошему и по большому счету, ну, я не знаю, Этерия Георгиевна Тутберидзе, к которой тот же самый Алексей Мишин относится с искренним уважением, она все-таки работает с юными девчонками. Алексей Мишин показывает, что можно работать и взрослыми фигуристками, и не случайно та же самая Лиза Тухтамышева называет себя, сама себя, фигуристка бальзаковского возраста. Это будущее отечественного фигурного катания Роман Хамзин и Андрей Коцин, номер специально поставленный для этого ледовым шоу. Вы сейчас услышите, это вечная классика фигурного катания. Запоминайте имена. Роман Хамзин и Андрей Коцин. Команда Алексея Николаевича Мишина. Роман Хамзин и Андрей Коцин. 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 Ну, во-первых, это было весело, а во-вторых, никаких сомнений нет, что этих два молодых человека с самого раннего возраста уверенно чувствуют себя на публике. 7-тысячные трибуны Дворца спорта юбилейный именно об этом. Мы идем дальше. Номер, который был поставлен несколько недель назад для итальянского ледового шоу, и сейчас российская премьера Елизавета Туктамышева в очень достойной компании. Смотрите, слева Самарин, справа Гачинский. Тут все по именам, все как надо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 5 раз по ходу этого вечера Туктамышева выходила на лед с сольными программами. Это колоссальная нагрузка. Еще до этого было несколько суток практически без сна, потому что все это нужно было отрепетировать, все это нужно было соединить в единую плотную ткань, чтобы получилось хорошее ледовое шоу. Вот хорошее. А по отзывам в социальных сетях действительно не зря Лиза вписывалась в эту историю, прогнозировать успех которой изначально было очень и очень сложно. Ну молодец она, что-то скажешь. Если тебе 9, 10, 11 лет, самое главное – уметь контролировать себя при большом стечении публики. И вот этот выход на лед для многих и многих мальчишек и девчонок первый на большом зрителе. Кто они? Не случайные ребята абсолютно, потому что в течение нескольких дней на льду у Дворца спорта юбилейный в первых числах марта проходил Кубок Алексея Николаевича Мишина. Собственно говоря, в рамках которого состоялся и проект «Невозможное возможно». Эти ребята победители и призеры Кубка. Очень хочется надеяться, что турнир станет для них трамплином, ну хотя бы для некоторых из них. Поверьте, они этого достойны. Так же, как когда-то турнир стал трамплином для Лизы. В первую очередь я, конечно, поздравляю вас, юные фигуристы, с победой, с призовыми местами. И хочется вспомнить, как я как раз выиграла в 2005 году Кубок Алексея Мишина в городе Белгород. И с этого момента началась моя красочная карьера, наша сотрудничество с Алексеем Николаевичем. Поэтому пусть эта победа, она, это будет начало тоже вашего красивого, достойного спортивного пути. Удачи вам и наслаждайтесь, наслаждайтесь фигурным катанием. Не забывайте об этом. Еще один юный фигурист, юное дарование из команды Алексея Николаевича Мишина, это Евгений Семененко. 16 лет ему, ну последний сезон может быть, может быть он не так активно прогрессирует, как нам хотелось бы. И тем не менее, то, что у этого парня есть талант и есть будущее, в этом сомневаться не стоит. По крайней мере, выучен он идеально. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Евгений Семененко, между прочим, владеет тремя четвертыми прыжками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok